Дженнифер Арминтроуд Глава первая И тем более сделанного перед столом, заполненным чужаками, половина которых хочет моей смерти. И уж точно в тех мечтах не было самого худшего и, возможно, самого безумного. Не предложение руки и сердца от мужчины, который держит меня в плену. Глава первая Лишь порожденной стрессом галлюцинации, а не действительность. Глава первая Я подняла взгляд от наших соединенных рук, от рта, один уголок которого уже изгибался вверх, намечая ямочку на правой щеке, от медленно разомкнувшихся губ, приоткрывших кончики гибельно-острых клыков. Глава первая Это последняя правда, потому что Хоук якобы прибыл с блестящими рекомендациями из Карсадонии, столицы королевства Солис. Но капитан Масадонской гвардии оказался сторонником атлантианцев, последователем, так что перевод Хоука из столицы тоже мог быть ложью. В любом случае гвардейца, поклявшегося защищать меня мечом и жизнью, никогда не существовало. Как и мужчина, который видел меня такой, какая я есть, а не той, кого собой представляю, деву избранную. Хоук Флинн всего лишь вымысел, как и те мечты маленькой девочки. «Реальность — тот, кто сейчас держит мою руку. Принц — Кастел Донир, его высочество, темный». Губы поверх наших соединенных рук изогнулись сильнее. Ямочка на правой щеке углубилась, ямочка на левой появлялась редко, только в случае искренней улыбки. «Поппи», — произнес он. «Все мышцы в моем теле напряглись. Не знаю, потому ли, что он назвал меня уменьшительным именем или из-за глубоких мелодичных нот его голоса. Никогда не видел, чтобы ты теряла дар речи». Подразнивающий блеск в его глазах вырвал меня из-за шарашенного молчания. Я отдернула руку, с досадой сознавая, что не смогла бы так легко освободиться, если бы он захотел удержать. «Пожениться?» — голос вернулся ко мне хотя бы ради одного слова. В его глазах блеснул вызов. «Да, пожениться. Ты знаешь, что это означает?» Не отводя взгляда, я стиснула кулак. «Почему ты решил, будто я не знаю, что значит пожениться?» «Ну...» — лениво начал он, подняв бокал. «Ты повторила это слово так, словно оно тебя озадачило, и я знаю, что, как деву, тебя держали затворницей». Я вспыхнула, наверняка становясь такой же красной, как и мои волосы в солнечных лучах. «Быть девой или затворницей не означает быть глупой», — огрызнулась я. «Ропот пронесся над столом и по всему пиршественному залу, полному последователей и атлантианцев. Все они будут убивать и умрут за человека, на которого я смотрю так сердито». «Нет», — Кастел отпил глоток и окинул меня взглядом. «Не означает». «Но я озадачена». Я ощутила под кулаком что-то острое, быстро глянула вниз и увидела то, что не заметила раньше из-за тревоги и потрясения. Нож с деревянной рукояткой и толстым зубчатым лезвием, чтобы резать мясо. «Это не мой кинжал с рукояткой из кости Вальвена. В последний раз я видела его в конюшне и сильно огорчилась, решив, что, наверное, больше не увижу. Тот кинжал был больше, чем просто оружием. Его мне подарил Виктор на 16-й день рождения, и он оставался единственной связью с человеком, который был для меня не только телохранителем. Виктор занял место, которое предназначалось моему отцу, если бы тот был жив. Теперь кинжал утерян, а Виктор мертв». «Убит сторонниками Кастела. А судя по тому, что последний попавший мне в руки кинжал я вонзила в сердце Кастела, сомневаюсь, что клинок с рукояткой из кости Вальвена вернется ко мне в ближайшее время. Хотя столовый нож — тоже оружие. Он вполне сгодится». «Что же тебя озадачило?» Он поставил бокал, и его глаза потеплели, как это бывало, когда он забавлялся или чувствовал то, что я отказывалась признавать. Мой дар шевелился под кожей, требуя, чтобы я с его помощью прощупала эмоции принца. Я положила руку на нож для мяса, и мне удалось закрыть свои способности, прежде чем они создали связь. «Я не хотела знать, забавляется он в этот момент или... или чувствует что-то еще. Меня это не волнует». «Как я уже сказал», — продолжал принц, длинным пальцем обводя край своего бокала. «Атлантианцы могут заключить брак только если обе половинки стоят на своей земле, принцесса». Это раздражающее и, тем не менее, милое прозвище только что приобрело совершенно иной смысл. Смысл, вызывающий вопрос. Сколько он знал с самого начала? Он говорил, что той ночью в красной жемчужине знал, кто я, но утверждал, что не подозревал о том, что я частично атлантианка, пока не укусил меня, пока не попробовал мою кровь. Отметины на шее покалывали, и я подавляла желание их потрогать. Сколько случайного было в том прозвище? Если это очередная ложь, то это имеет значение. «Так что именно тебя озадачило?» — спросил он. Янтарные глаза не мигали. «То, что ты думаешь, будто я выйду за тебя замуж». Послышался сдавленный звук, будто кто-то пытался скрыть смех. Я бросила быстрый взгляд на красивое лицо Вальвена с коричневой кожей и бледно-голубыми глазами. Эти существа с одинаковой легкостью способны принимать обличие как волка, так и смертного. До недавнего времени я считала, что Вальвены вымерли, их истребили во время войны двух королей 400 лет назад. Но это оказалось еще одной ложью. Кейран был всего лишь одним из многих очень даже живых Вальвенов. Несколько из них сидят за этим столом. «Я и не думаю, что выйдешь», — ответил Кастел, наполовину опустив густые ресницы. «Я знаю». Я с недоверием воззрелась на него. «Наверное, я не ясно выразилась, так что попробую объяснить подробнее. Не знаю, с чего ты вообще решил, что я выйду за тебя замуж». Я чуть наклонилась к нему. «Это достаточно ясно?» «Кристально ясно». Его глаза нагрелись до теплого медового оттенка, но ни в тоне, ни во взгляде не было ни капли гнева. Там светилось нечто совершенно иное, наводящее на мысли о теплой коже и о том, как эти грубые мозолистые ладони касаются моей щеки, скользят по животу и бедрам, задевая гораздо более интимные места. Ямочка на его щеке стала глубже. «Но поживем, увидим, правда?» По моей коже разлился колючий жар. «Мы совершенно ничего не увидим». «Я могу быть очень убедительным». «Не настолько убедительным», — бросила я. А он пробормотал что-то уклончивое, отчего меня накрыло волной чистой ярости. «Ты с ума сошел?» «Откуда-то из-за стола донесся безудержный хохот. Я знала, что это не светловолосый Делана. У этого Вальвена такой вид, словно он только что стал свидетелем расправы, и сейчас его очередь. Наверное, мне следует бояться, потому что Вальвенов не так легко напугать, особенно Делана. Он и сидящий рядом с ним атлантианец Нейл защищали меня, когда за мной пришел Джерико со своей компанией, хотя и были в меньшинстве. Мало кто осмелился прогневить темного. Он атлантианец, смертоносный, быстрый и невероятно сильный. Его трудно ранить, не то что убить. И как я недавно узнала, он способен использовать принуждение, чтобы навязывать свою волю другим. Он убил одного из самых могущественных герцогов во всем Солисе, проткнул сердце вознесшегося тем самым прутом, которым Тирман частенько бил меня. Но я не испытывала страха. Я слишком рассержена, чтобы бояться. Смеялся сидящий слева сосед Делана, здоровяк по имени Элайджа. Из-за его глаз я не думала, что он Вальвен. У всех Вальвенов одинаковые льдисто-голубые глаза, а у Элайджи ореховые, скорее золотистые, чем карии. Не только я уставилась на него. Он привлек еще несколько пристальных взглядов. Я воспользовалась моментом и, стянув со стола нож для мяса, спрятала в разрезе туники. «Что?» Элайджа погладил темную бороду, поймав устремленные на него взгляды. Она задала вопрос, который крутится в головах большинства из нас. Делана моргнул и медленно повернул голову к Элайджа. Кастел ничего не сказал. Улыбка на плотно сжатых губах заменяла тысячи слов, а тяжелый пронзительный взгляд переместился с меня дальше вдоль стола. Пальцы Элайджа замерли на бороде. Он прочистил горло. «Я думал, что план... То, что ты думал, не имеет никакого значения», оборвал его принц. «Ты о плане использовать меня как приманку, чтобы освободить своего брата?» Настойчиво спросила я. «Или за последние пару часов все волшебным образом переменилось?» На челюсти Кастела дернулась мышца. Он опять сосредоточил внимание на мне. «Тебе нужно поесть». Я чуть не потеряла самообладание и не швырнула в него спрятанный нож. «Я не голодна». Он посмотрел на мою тарелку. «Ты почти не ела». «Понимаете, Ваше Высочество, у меня что-то нет аппетита». Он крепче сжал челюсти и поймал мой взгляд. Золотистый оттенок его радужки стал холоднее, по моей коже побежали мурашки. Воздух вокруг нас словно сгустился, и в зале повисло напряжение. В моем тоне не было ни капли уважения. Неужели я зашла слишком далеко? Если так, то мне все равно. Я стиснула пальцы на рукоятке ножа. Я больше не дева, связанная правилами, которые запрещали мне выбирать собственную судьбу. Мной больше не станут управлять. Я могу и буду заходить еще дальше». «Она задала очень важный вопрос», — сказал кто-то с дальнего конца стола. Это был мужчина с короткими темными волосами. Он выглядел старше Кейрана, которому, как и Кастелу, на вид чуть больше двадцати. Но Кастелу больше двух сотен лет. Похоже, этот мужчина может быть еще старше. «Значит, план использовать ее, чтобы освободить принца Малика, изменился?» — спросил он. Кастел ничего не сказал, продолжая смотреть на меня, но полностью застывшие черты его лица служили лучшим предостережением, чем любые слова. «Я не пытаюсь поставить под сомнение твои решения», — продолжал мужчина. «Я пытаюсь их понять». «Что ты хочешь понять, Лэндл?» Кастел откинулся на спинку кресла, небрежно положив руки на подлокотники. От его абсолютно непринужденной позы по моему телу пробежал озноб. Воцарилась напряженная тишина. Затем Лэндл произнес. «Мы все приехали за тобой из Атлантии. Мы остались в этом архаичном помойном королевстве, изображая преданность самозванным королю с королевой. Потому что, как и ты, мы ничего так не хотели, как освободить твоего брата. Он — законный наследник». Кастел кивком велел Лэндлу продолжать. «Мы теряли людей, хороших людей, пытаясь проникнуть в храмы Корсодонии». Я напряглась, представив огромные непроглядно черные сооружения. Если утверждения Кастела верны, то назначение храмов — еще одна ложь. Третьих сыновей и дочерей отдают во время ритуала не за тем, чтобы служить богам. Их отдают вознесшимся, вампирам, как обычный скот. Меня всю жизнь пичкали множеством ужасной лжи, но это, наверное, самое худшее. Как бы ни было отвратительно то, что говорил Кастел, я боялась, что это правда. Да и как я могу это отрицать? Вознесшиеся уверяли нас, что отравленный поцелуй атлантианца становится проклятием для невинных смертных и превращает их в разлагающуюся оболочку прежней личности, в злобных кровожадных монстров, известных как «жаждующие». Но это неправда. Атлантианский поцелуй не ядовит, как и укус. Я служу доказательством и того, и другого. Мы с Кастелом целовались много раз. Он дал мне свою кровь, когда я была смертельно ранена, и он укусил меня. Я не обернулась в монстра. Как не обернулась и много лет назад после нападения «жаждущих». Не то, чтобы у меня не было подозрений насчет вознесшихся еще до того, как Кастел вошел в мою жизнь. Он только подтвердил их. Но были ли все его рассказы правдой? У меня нет возможности узнать. Я так крепко сжала нож, что заныли пальцы. «Мы не нашли никаких указаний на то, где держат нашего принца, и очень многие никогда не вернутся домой к семьям», — продолжал Лэндл. С каждым словом его голос креп и наливался гневом, который я чувствовала и без дара. «Но теперь у нас кое-что есть. Наконец мы получили то, что можно использовать, чтобы узнать местонахождение твоего брата. Возможно, даже освободить его, избавить от участи создавать новых вампиров и жить в подобии ада, с которым ты сам слишком хорошо знаком. И вместо этого мы едем домой?» «Я немного знаю об этом Аде. Я видела множество шрамов на теле Кастела и клеймо в виде королевского герба на верхней части бедра. Но Кастел ничего не сказал в ответ. Все молчали. Никто не двигался. Ни сидящие за столом, ни те, что стояли перед очагом у задней стены пиршественного зала. Лэнделл еще не закончил. «Те, что висят на стенах коридора снаружи этой самой комнаты, заслужили находиться там. Не только потому, что ослушались твоих приказов, но и потому, что если бы им удалось убить Деву, мы бы потеряли наш единственный козырь. Они из мести подвергли риску наследника. Вот почему я считаю, что они заслуживают свои участи, хотя некоторые из них были моими друзьями, друзьями многих за этим столом. «Я убью их». Кастел пообещал это, когда увидел нанесенные ими раны, и убил большинство из них. Кастел пришпилил к стене тех, о ком говорит Лэнделл. Все они теперь мертвы, за исключением Джерико. Зачинщик был едва жив, его ждала медленная мучительная смерть, напоминание о том, что мне нельзя причинять вред. «Ты можешь ее использовать», — рассуждал Лэнделл. «Она любимица королевы, избранная. Если они когда-либо отпустят твоего брата, то ради нее. А вместо этого мы едем домой, чтобы ты женился?» Он дернул подбородком в мою сторону. «На ней?» Меня уязвило отвращение, прозвучавшее в последнем слове, но мне доводилось слышать от герцога Тирмана куда более хлесткие замечания, поэтому я даже бровью не повела. Кейран резко повернул голову к Лэнделлу. «Если у тебя есть хоть капля рассудка, прекрати, сейчас же!» «Пусть продолжает», — вмешался Кастел. «Если у тебя есть хоть капля рассудка, прекрати, сейчас же есть ли у тебя нет» «Онберется?» Продолжение следует...